МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К специалистам вышестоящих организаций граждане обращаются в случаях, если не нашли ответа на местном уровне. Для оперативного решения вопросов службы судебных приставов по Республике Башкортостан проводятся выездные приемы граждан. 9 апреля жители города Кумертал могли обратиться к заместителю, руководителю регионального управления Руслану Шерстневу. В первую очередь, наверное, это все-таки социально значимые вопросы, которые волнуют людей. Это и выплата заработной оплаты, и алиментные платежи, и задолженности по алиментным платежам, заскание задолженности по алиментным платежам. Другие вопросы – взаимодействие с должниками по возврату просроченной задолженности, это деятельность так называемых коллекторов. Это тоже наше направление, за которое мы очень внимательно следим, уделяем этому пристальное внимание. На решение своей проблемы надеется Андрей Суликов. Мужчине более 15 лет не возвращают долг. Я в 2003 году дал денег в долг. Суд, значит, все вопросы решил, все как положено, выдал ли исполнительный лист. Затем исполнительный лист представил службу судебных приставов. С должника приставы взыскать ничего не могут, так как отвечают, что нет имущества, нет постоянной работы, то есть взять нечего. Записавшись на прием немного. На момент съемок обратилось всего 4 человека. Это тоже показатель работы местного отдела службы судебных приставов, говорит представитель регионального управления. Кумертал отличается тем, что с людьми ведется достаточно пристальная, и внимательная работа, уделяется внимание тем вопросам проблемным, с которыми граждане обращаются непосредственно в подразделения. И наблюдаются единичные случаи уже обращения в подразделения, возможно, с такими сложными вопросами, где порой даже районное подразделение неуполномочено их решать, и вопросы необходимо решать на уровне управления. С таянием снега появляются не только первые весенние цветы, но и следы вандалов. В парке взлетном их деятельность очень заметна. Судя по выломанной плитке и осколкам бутылок, парк является не только местом для вечерних прогулок и игр с детьми, но и мишенью для хулиганов. На входной аллее парка взлетного в тротуарной плитке маленькие пустые колодцы, где размещались наземные уличные фонари. Снег растаял, и следы деятельности хулиганов стали заметны. Кому понадобились такие светильники, пока не ясно. Установить их самому довольно сложно. Вероятнее всего, вандалы просто вытащили и разбили их. Пострадала и конструкция, на которой установлен самолет. Неизвестные сняли и разбили несколько керамических плиток, которыми покрыт кирпичный постамент. Расколотые плитки здесь же, рядом с битыми бутылками и упаковкой от фейерверка. Возможно, хулиганы что-то бурно отмечали. Саженцы же яблонь вандалы не тронули. Несмотря на постоянные уборки, в парке из подходящего снега появляется новый мусор. Это вторая весна парка, и, по словам начальника РЭО-12 Юнира Газимулина, в прошлом году такого не было. Так не было. Вот тут ему вообще лампочки, фонари побиты, плитки выдраны. Там вот плитки были выдраны около самолета. Мусор мы вчера, позавчера, точнее, в пятницу убрали. Тут вообще был завал. Бутылки кидают, мусор, бумаги, окурки и пачки. Юнир Газимулин отметил, что в администрации города в курсе проблемы. Уже сейчас проводятся работы по расчистке снега и мусора. В скором времени будут ликвидированы последствия хулиганства. Также будет усилено наблюдение за парком в вечернее время. В пятницу тоже этот вопрос озвучил. Будем принимать меры какие-то. Либо наряд полиции будет вечером сюда приезжать, ППС. Увидеть, что тут распевается, спиртное. Пожалуйста, несколько человек наказать. Урок будет в газете пропечатать. И по телевидению, и нормально. Остается надеяться, что правоохранительные органы найдут и накажут вандалов. А горожане будут не только отдыхать в красивом молодом парке, но и бдительно охранять его от нападок хулиганов.